за два года с того момента когда я не принимаю никаких препаратов абсолютно вот в честь этого я решил сдать анализ на кальпротектин результат 13 в моей жизни сейчас абсолютно нет какого-то какой-то диеты тем более нет какого-то прямо рациона выверенного и которого я придерживаюсь там изо дня в день и каждый человек который идет именно к выздоровлению они к ремиссии тоже достигает таких результатов а таких людей уже очень много врачи могут очень сильно вас запугать вот это вот этот образ вас как больных людей может максимально плотно к вам прилипнуть и потребуется время чтобы от него избавиться один год один месяц 10 лет без разницы сколько бы не было у вас этого там диагноза этого ярлыка который на вас навесили всегда можно начать двигаться в сторону выздоровления нет непорядок думаю вот так будет гораздо лучше друзья всем привет на связи роман дипломированный врач и психолог я прошел сложный путь лечения тотальной формы няк с применение биологической терапии до полного выздоровления на этом канале я делюсь необходимой полезной информацией по лечению язвенного колита и болезни крона а также показываю историю людей которые справились с языка сегодня у нас с вами такой юбилейный выпуск он посвящен двум годам моей жизни без диет и таблеток я не готовил какого-то сценария я себе немного здесь вот написал такой короткий план про что я хотел с вами поделиться чем поделиться с вами что рассказать потому что за два года уже очень много всего произошло за два года с того момента когда я не принимаю никаких препаратов абсолютно вот в честь этого я решил сдать анализ на кальпротектин результат 13 даже не в самый пиковый период моего заболевания кальпротектин был порядка полу полутора тысяч там 1400 чем-то вы кстати можете всю историю моего лечения выздоровления почитать на моем сайте если вы этого еще не делали там все максимально подробно описано там все дневники прилагаю фото в общем если еще не видели то можете переходить по ссылке в описании и изучать видите сегодня у нас такой торт замечательный чтобы то торт этот является в каком-то смысле символом как раз символом жизни без без диет а таблетки здесь это даже не таблетки это такие витаминки вот которые да будем считать это витаминками они таблетками то есть торт символизирует как раз жизнь именно без без диет недавно у меня спрашивала девушка которая была на консультации вот чем я сейчас питаюсь то есть до каких до какого состояния я дошел конечно и интересовали вопросу чего-то там условно запрещенного а что у нас относится к запрещенному там какой-нибудь глютен от сахар да все что угодно и я сказал что в моей жизни сейчас абсолютно нет какого-то какой-то диет тем более нет какого-то прямо рациона выверенного и которого я придерживаюсь там изо дня в день мой рацион максимально обычный скажем так я конечно выбираю те продукты которые я ем потому что в любом случае мы то что мы едим если буду есть каждый день мусора то будет странным с моей стороны ожидать какого-то хорошего уровня здоровья при этом у меня нет ограничений в плане вот там глютена сахара молочных продуктов овощей фруктов ничего этого нет в жизни и каждый человек который идет именно к выздоровлению а не к ремиссии тоже достигает таких результатов а таких людей уже очень много вы можете посмотреть только на моем канале сколько сколько на нем уже истории выздоровления и эти истории мы наблюдаем в динамике вот недавнее даже интервью с ажелика владимировны ярко этому подтверждение я хотел сегодня при записи этого видео параллельно так знаете вот от души с вами с вами пообщаться попить чай как раз попробовать этот торт самый самый обычный торт то есть то есть здесь нет каких-то специальных ингредиентов там без глютеновая мука там без лактозное молоко то что сейчас является очень таким вот современный популярным у нас же идет мода на демонизацию таких натуральных естественных продуктов конечно в какой-то период времени когда вы еще восстанавливайтесь когда вы не находитесь в своем полном таком здоровье нужно какие-то продукты исключать в частности тоже глютен является мощным таким провоспалительным компонентом и с ним нужно быть аккуратным но в этом сам смысл выздоровление что когда мы выздоровели у нас нет уже ограничений так поэтому сейчас нальем чай кстати от чай вот участницы закрытого сообщества нет в языках от наталии наталья тебе привет чай очень вкусный ароматный у нас здесь составе индийский черный чай какой-то тегуань-инь клубника яблоко ананас папайя имбирь клубника грецкий орех короче прям такой богатый насыщенный состав из калининграда еще кстати сразу вот параллельно буду вам рассказывать люди интересуются а можно ли там попасть например на консультацию если вы не из россии конечно можно только закрытом сообществе нет в языка я сейчас точно не скажу здесь вылезет количество стран стран участниц участниц так скажем людей которые состоят вот закрытом сообществе нет в языках и все они были на консультациях либо на сопровождении поэтому география вот этого движения нет в языках она всемирная люди вообще со всех континентов даже из австралии вот для меня это тоже так приятно и удивительно так наверное одной ложки будет мало кстати вы можете написать в комментариях откуда вы как долго вы подписаны на мой канал как много вы изучили материалов может быть вы меня смотрите уже там сколько веду свою деятельность около трех лет или подписались совсем недавно может быть это первый ролик который вы только включили вот с моим участием тоже будет очень интересно об этом узнать так чай наш пока заваривается уже начал темнеть так что я вам хотел рассказать такую небольшую вообще предысторию предысторию вот постановки диагноза я не говорю что это являлось там основной причиной но это тот фактор от жизни который я в последующем изменил я бы назвал следующим образом это потребительское отношение к своему организму с точки зрения получения удовольствия вот из еды понятно что наше питание наша еда является источником удовольствия мы не можем этого отрицать но когда мы превращаем наше питание там в единственный источник удовольствия это уже нехорошо это уже не нормальная история и так как мне раньше все это сходило с рук я мог огромное количество еды нездоровой еды включая всякие вот там пицца шаурма шоколадки конфеты там пряники печеньки и так далее съедать в огромном количестве при этом это никак не сказывалось на моем организме внешне и я тем самым получал вот мог себя вот так занять там мне скучно я там пойду поем чего-нибудь там закинусь конфетами и так далее кстати у многих есть подобная вот проблема и она мешает людям как раз на этапе выздоровления человек понимает что ему нужно какое-то время попридерживаться определенного рациона питания но так как уже есть привычка есть зависимость человек даже может вот на силе воли зайти в режим выздоровления там какое-то время держаться но потом чаще всего происходит срыв поэтому к этому вопросу нужно подходить максимально осознанно максимально нужно для себя обесценить питание вот с точки зрения получения удовольствия на какой-то период времени и здесь не должно быть исключений это тоже очень важно вот кстати вспоминаю даже те периоды когда мы со своими друзьями там устраивали всякие споры на то кто там съест больше шаурмы например там или в единицу времени я кстати в этих спорах часто выходил победителем вот но это это вот такой урок урок для меня был что да мы можем есть там допустим торты конфеты еще что то но это все занимает определенный определенный процент это не это не основной там так скажем наш рацион и кстати очень большая проблема вот у детей у подростков до них сложно достучаться чтобы они это поняли осознали что там конфеты и так далее пиццы всякие булочки хлебобулочные изделия вот от них очень большая зависимость у людей не являются их во-первых не забирают на всю жизнь вот это тоже очень важное замечание люди думают что им придется всю жизнь сидеть на диете их это вот очень сильно демотивирует а если мы знаем что там какое-то время полгода год два года например или три то здесь лучше себя не ставить каких-то рамок но понять что какой-то период времени лучше попридерживаться питания определенного залечить свой кишечник и потом можно будет кушать любую пищу абсолютно так ну я уже пока рассказываю уже вот прям у меня видите вот слюни выделяются потому что на фоне такого торта невозможно просто так что-то рассказывать так чай уже у нас заварен кстати он такой торт тяжелый он кажется небольшим он там четыре с лишним килограмма его вот даже я не могу так сейчас поднять так даже не знаю как его лучше сделать попробуем для начала вот эту штуку какую-то ну так наверное пешки трогать не будем так давайте мы их пока кишечник должен быть здоровым и он может быть здоровым кстати так вот пусть они здесь полежат так так просто режу какой-нибудь кусочек любой так вот будем пробовать так вот что у нас внутри шоколад вижу точно есть по-моему там какая-то начинка шоколадно-банановая должна быть если я ничего не путаю если я ничего не путаю крем уже вкусный так кишки мы положим положим отсюда отсюда блин тяжелый конкретный так так друзья вот еще раз этот торт самый обычный я вам уже сказал символизирует жизнь без без диет без таблеток я хочу чтобы вы на моем примере только на моем на примере других людей которые уже пришли вот прям к устойчивому результату много лет были без диет без таблеток чтобы вы свою веру вот укрепляли чтобы у вас рождалось определенное вот вдохновение мотивация и с каждым днем только усиливалось такой прям нежный сливочный вкус и сразу шоколадно еще очень вкусно очень вкусно вкусный вкусно как бы вам его показать сразу параллельно тому каким моя задача сегодня погрузиться вот немножко в состояние которое мне было там на момент постановки диагноза и так далее я вспоминаю как вот из такого состояния когда я мог есть неограниченное количество такой еды и вроде как внешне ничего не было плохого когда уже попал в больницу в очень плохом состоянии все равно еще какая-то была такая внутренняя надежда что ну сейчас таблетку волшебным дадут все будет хорошо когда вот так говорят что все там пожизненный диагноз только на таблетках и то есть они будут помогать конечно человек переходит состояние отчаяния здесь все зависит от той степени в которой до которой человек себя довел если у человека все так более-менее неплохо он будет страдать только по той причине что ему запрещают есть что-то там лишнее так скажем в кавычках если человек чувствует себя очень плохо то он вообще будет переживать за свою жизнь потому что на самом деле многие включая меня доводили себя до очень такого тяжелого состояния когда ну вопрос стоит между жизнью и смертью и это именно нужно почувствовать это сложно объяснить это сложно осознать это только находясь таком состоянии можно почувствовать приближение вот смерти реально и к чему это говорю потому что на тот момент все было как все черное страшное неприятное какая-то безнадежность тоска вообще вот все все самое деструктивное конечно сложность себя в таком состоянии представить уже здоровым что можно вот спокойно жить еще более счастливой и интересной жизнью я сейчас про это тоже расскажу банан походу в карамели какой-то ну да сложно остановиться поэтому пока не рассказываю так вот что касается более интересной жизни я когда вот этот анализ получил кальпротектина я помню что как раз конец 21 года ноябрь 24 число у меня полная отмена препаратов я кстати от них уходил довольно долго прямо долго-долго и растягивать процесс для меня это было важно с точки зрения психологии как раз восприятия здесь будет ролик в котором я рассказывал как я уходил от села фалька я подумал что прошло всего когда поделился вот этим получается результатами анализов со своими участниками закрытого сообщества и подумал всего прошло два года казалось бы но по восприятию прошло намного намного больше времени там 5-10 лет наверно так потому что с того момента когда человек выздоравливает вот в языка его жизнь очень сильно преображается это вам подтвердят подтвердит каждый выздоровевший она становится намного более интересно насыщенной у человека уходят какие-то блоки которые раньше в нем были которые мешали ему как раз вот реализовываться там делать то что он хочет путешествовать и так далее его жизнь наоборот преображается вот это я вам заявляю с максимальной ответственностью и другие люди это подтвердят поэтому прошло всего два года кажется что очень-очень много вот поэтому люди которые прошли путь выздоровление от в языка благодарны это этому опыту этому диагнозу что он был их жизни но мы это не остановимся еще не наелся значит какая еще мне приходит такие приходят воспоминания вот когда лежал в больнице получается когда лег больницу у меня внутри было вот такой прям протест я не согласен был с тем что это на всю жизнь нет ну точно не про меня что я не согласен ли у меня был блокнот в котором я ежедневник я там написал прям первая страница начиналась него с этой записи по-моему блюдо после выздоровления вот так звучало блюдо или или еда и там такой список пельмени что-то вот какие-то там салат там такая знаете вот еда которая как раз выходит за рамки вот этих диетических столов такая самая скажем обычная там салат оливье наверное что-то такое то есть еще на том этапе у меня была внутренняя готовность и желание выздороветь именно именно выздороветь и и конечно вот еще раз вам скажу про то что врачи могут очень сильно вас запугать вот это вот этот образ вас как больных людей может максимально плотно к вам прилипнуть и потребуется время чтобы от него избавиться взять даже конкретно меня хоть я и вот верил на начальных этапах и хотел но все равно какое-то вот сомнение закрадывалось я там наблюдал за людьми которые уже выздоровели на тот момент они там типа вот едят подобные вещи там едят фрукты овощи там сладости я как-то вот все равно ну сомнения были это сложно перейти вот мышлением из больного человека сразу здоровая поэтому если у вас какие-то сомнения закрадываются просто наблюдаете пока просто наблюдаете если вы будете наблюдать например за моим каналом ваша вера постепенно будет укрепляться этом в этом я уверен вот и наступит время когда она достигнет такого уровня который позволит вам начать двигаться именно в сторону выздоровления никогда не поздно один год один месяц 10 лет без разницы сколько бы не было у вас этого там диагноза этого ярлыка который на вас навесили всегда можно начать двигаться в сторону выздоровления и на начальном этапе вот еще кстати скажу как раз к слову продать сомнения я прямо четко помню тот день когда как знаете заключаешь сделку самим собой я типа такой ладно я согласен что буду там принимать хотя бы пробиотики и придерживаться диеты на этом я остановлюсь ну то что остановлюсь я готов готов согласиться с таким образом жизни там не идет речь не про какие там вот еду там какую-то другую вкусную так далее я готов только вот чтобы там не умереть чтобы быть хотя бы живым пить пробиотики всю жизнь но с препаратов сойти но в процессе происходит увлечение вот этим процессом выздоровления и видишь что а почему бы не есть еду почему будет себя ни в чем не ограничивать там каких-то вопросах там передвижение путешествует ему и тому подобное если это это позволяет это позволяет сделать организм так сейчас буду резать нижний ярус сейчас все таки покажу как нибудь очень тяжелый по наши витаминки отпали ничего страшного так витаминок много здесь и сейчас вам еще кстати одну мысль расскажу так мысли касательно врачей доказательной медицины очень важная мысль так ну вот так наверно что-то прям здоровый кусок я наверно его не съем если торт весит 4 килограмма здесь чуть ли не четверть и его съедаю уже слишком много ну просто сейчас положу там посмотрим вот такой кусмарь тяжеленный вот так он выглядит на разрезе надеюсь что видно на так и так идем дальше очень вкусно очень вкусно вообще кайфово даже чай уже остывает интересно сколько я беседую так еще пару ложек и начнем про врачей доказательной медицина Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, друзья, что касается врачей классической медицины, дело в том, что медицина, западная медицина, наша классическая, она говорит про ВЗК как про аутоиммунный процесс, хроническое аутоиммунное заболевание. Это вот как закон такой, скажем, как постулат, как константа. И врач, каким бы он ни был профессионалом, кандидат, доктор, наук, профессор, без разницы, он мыслит в рамках этих протоколов, в рамках вот этой концепции, где ВЗК это неизлечимое заболевание. И самое большее, чем он может вам помочь, это довести вас до каких-то биологических препаратов, сделать какую-то комбинацию, там, месолазинов, гормонов и так далее. Но про выздоровление речи быть не может в данном случае. И людей это часто вот как раз и ставят в положение отчаяния. Врач же, именитый врач, профессор, лучший там гастроэнтеролог. Мне часто об этом говорят. Я там был или была у лучшего гастроэнтеролога, там, края нашего или там всей страны. На безразнице я знаю эту всю кухню изнутри. И пойдя я вот по пути классическому медицинскому, я тоже, скорее всего, стал бы каким-нибудь доктором наук и также бы в кавычках лечил людей, прописывая препараты. По-другому, если я не чувствовал этого состояния изнутри, то как я могу об этом рассуждать? Как я могу людей лечить? Только протоколами и всё. Вот у вас такое-то состояние, вот вам такие-то нужны препараты. Поэтому подумайте об этом, когда будете брать в аргумент то, что вам сказал об этом лучший гастроэнтеролог. Края, области или страны. И люди часто ездят по заграницам, везде, где только можно. И вот пытаются как раз, как я говорю в кавычках, лечиться. Но это всё облегчение симптомов. Это не лечение. Лечение намного ближе, настоящее, чем вы можете думать на первый взгляд. Намного ближе, намного проще, чем это может показаться. Главное перейти в другую концепцию для начала. Поменять своё восприятие. Я неизлечимо болен или у меня временное состояние? Временное состояние организма. Вот в ИЗК я вам предлагаю рассматривать, как такую травму. Вот травма есть, там, ноги, руки. Представьте, что человек травмировал себе ногу. У него... А он является футболистом. Конечно, он первое время не сможет использовать свою конечность по её предназначению. В его случае, там, пинать мяч, бегать. Ему какое-то время понадобится реабилитироваться, восстанавливаться. Но когда он восстановится, то, ради бога, можно будет бегать, пинать мяч и так далее. Сколько спортсменов получают травмы? Они просто проходят реабилитацию. Воспринимайте ВИЗК как определённую травму кишечника. Его нужно реабилитировать. А чтобы его реабилитировать, нужно перейти в другой несколько образ жизни, который у вас был до этой травмы. А люди просто хотят при таком же образе жизни вылечиться. А у них не получается. Они говорят, это неизлечимо. Но это ли не глупо? Если бы спортсмен, футболист травмировался и дальше продолжал бы бегать, пинать мяч, играть, просто заглушая симптомы какими-нибудь гормонами, вкалывая, он бы, конечно, себя бы ещё больше разрушил и всё. Никакого ему футбола дальше. Понимаете, это очень важная мысль. Нужно перейти в другой образ жизни, чтобы вылечиться. Какие-то привычки новые, правильные у вас останутся. Какие-то вам нужны будут только на период выздоровления. Но всё равно образ жизни должен быть изменён. И образ мышления в том числе. Поэтому для начала нужна новая картина мира, новая концепция, в которой в языке это временное состояние организма, временное состояние кишечника. Музыка. 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 Очень вкусный, очень сытный торт, супер! Друзья, предвосхищая ваш вопрос относительно комоскопии, нет, я ее не делал после выздоровления. Возможно, через какое-то время сделаю. Я не вижу в этом необходимости, потому что, во-первых, это очень травмирующая процедура. Люди, почему, кстати, не могут выздороветь часто? Потому что, согласно этим, даже не протоколам, а определенным планам врачебным, нужно контролировать, мониторить состояние больного довольно часто. Каждые полгода, год. Вспомните, как часто вы делаете комоскопию. Я ужасаюсь, когда узнаю, что человек за пару лет прошел, за три года прошел шесть раз комоскопию. Это ужасно много. Это каждый раз травматизация кишечника. Это нагрузка на... Делайте под наркозом на все органы, на печень в первую очередь. Конечно, вы находитесь в таком хроническом состоянии, вы не даете возможности своему организму восстанавливаться. Делай вот так комоскопию. Вот будем ссылаться на именитых гастроэнтерологов. Вот гастроэнтеролог главный Алтайского края мне в свое время сказала, что если у человека идут... То есть даже если у него нет отрицательной динамики, если у него все более-менее хорошо, даже есть какая-то положительная динамика, то комоскопию нужно проводить не чаще одного раза в три года. Представляете? Раз в три года. А вам могут шпарить их, я говорю, каждые полгода или каждый год. Вот. Ну зачем это? Зачем нужна эта травматизация? Она максимально неестественна. Может быть в ближайшее время я пройду комоскопию, а может быть нет. Я пока не знаю. Я не вижу в этом сейчас необходимости и желания. Мне достаточно анализов, инструментальных, других методов обследования, менее инвазивных. И в целом своего самочувствия, состояния. Я очень хорошо научился чувствовать свой организм. Я знаю, когда там могут быть какие-то проблемы, когда их нет абсолютно. Поэтому для меня анализы это максимально второстепенный какой-то инструмент диагностики. Я и так это все знаю. И вот этот кальпротектин я сдал просто для того, чтобы он был, чтобы вот с вами поделиться определенным документальным подтверждением, что все хорошо. И напоследок, друзья, что хочу сказать. Я буду безумно рад, если это видео дало вам мотивации, дало вам вдохновение. Знайте, что все эти состояния, вот, желание, вдохновение, мотивация, стремление, сила, а не все внутри вас. Я могу лишь вот надавить на определенные струны, на клавиши нажать, чтобы вы это почувствовали. Самое главное это начать. Как бы это ни было банально. Самое главное начать. Понять, превратить вот этот путь выздоровления именно в путь, не вычеркивайте своей жизни то время, когда вы идете к своему крепкому здоровью. Понять, что это все часть вашей жизни, это часть большого пути. И на выходе вы получите высокий уровень здоровья как побочный продукт. Вы незаметно к этому подберетесь. Вот я очень рад наблюдать за этим процессом, например, через участников закрытого канала. Как они удивляются, бывает, вот я уже там без препаратов, вот я уже там расширил или расширил диету, вот я там съездил в путешествие и у меня все здорово, отлично. Это вообще большое счастье. И я всем вам желаю крепкого здоровья, удачи, двигаться именно к выздоровлению, забыть про слово ремиссия и знать, что все обязательно будет хорошо. Вот, кстати, здесь буковки. Можем даже попробовать их на торт. Блин, тает белый шоколад. Ладно, на торт не буду выкладывать. Короче, белый шоколад, здесь можно было сложить надпись «Нет в языках». Хочу пожелать всем выздороветь и вспоминать про свой опыт вот такого состояния просто как опыт, как часть жизни, которая позволила вам стать лучше, счастливее и превратить вашу жизнь в настоящее, интересное, захватывающее путешествие. Мы не прощаемся, будем на связи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok